Приветствую вас. В первую очередь хотелось бы сказать, что вы задаете вопрос в раздел «Психология». Вы задаете свой вопрос в раздел «Психология», а не «Эзотерия». Это очень важно, потому что психологи не отвечают на вопрос «Везёт или не везёт?». Психологи отвечают на вопрос «Как?». То есть, если вам не везёт в личной жизни изомудит, то значит у вас проблемы с моделью женского поведения и идентификацией модели женского поведения. То есть, вы не реализованы как женщина, вы не чувствуете себя женщиной, вы не ведёте себя как женщина по какой вы являетесь. Возможно, вы даже не знаете, какая вы женщина. Это первое. Второе. Вы не умеете строить гармоничные отношения, в которых бы и вы, и ваш партнёр чувствовали бы себя, ну, гармонично, спокойно, взаимодополняюще и прочее. Не умеете. Так, так. Почему не умеете? Это уже вопрос. Тут может быть и страх близости, и неуверенность в себе, и какие-то комплексы, и мифы ложные, установки, и ценности не совсем адекватные, и отсутствие, значит, реализованности своей, да, то есть завышенные требования к партнёру и ожидания от него, от партнёра, я имею в виду вашего. Много вариантов. Очень много вариантов. Нужно смотреть, разбираться и исследовать. Везение или невезение с точки зрения психологии нет и быть не может. Вот. По поводу, значит, того, что у нас дети, да, от разных браков. Здесь есть родительский сценарий. Совершенно очевидно. Родительский сценарий. Насчет, эм... Эдобретное счастье. К примеру. Вот. То есть, что это такое? Эм... Почему так? Это уже нужно выяснять. Ну, не складываются у вас отношения с мужчинами. Значит, нужно исследовать, смотреть и разбираться, почему не складываются, когда и как. Правило, это имеет, ну, как правило, корни этого растут из детства. И в детстве, эм... Гроются причины, почему сейчас с мужчинами вы не можете выстраивать отношения. Не получается, да? Удержать брак. Вот. Это с одной стороны. С другой стороны. С другой стороны. С другой стороны. Нужно проанализировать ваше настоящее поведение. Как вы реагируете. Насколько вы естественно себя ведете с мужчинами и так далее. Вот. А вы мистифицируете. То есть, говорите, почему мне не везет. Вот. Далее, вы пишите, я мать-одиночка. То есть, что это значит мать-одиночка? Это значит, что я, по сути, ну, по сути, вот говорите вы, я себя не принимаю такой, какая я есть. Я себя не принимаю. Я не могу себя принять. Как бы, ну, говорите вы. С чем это связано, что вы не можете себя принять? Вот, ну, с чем это связано, что вы себя не принимаете? С чем? Вы негодитесь с одиночеством. Почему? Идут на второй, значит, момент у нас долги. Долговая яма. Тут отсутствие правил. Элементарных правил поведения. Что можно, чего нельзя. Что на пользу, что во вред. Отсюда и кредиты и долги. В чем-то себя отказываете, в чем-то живете непосредственно. В чем-то себя зажимаете и ведете неискренне, в чем-то вы начинаете жить в долг. Это балансность жизни. Понимаете? Человек всегда стремится к балансу. Если в одном вы себя ограничиваете, в другом будет полный вообще беспредел. Значит, что нужно? Нужно привести к балансу и восстановить правила. Установить правила, чтобы вы в любом случае никогда себе не вредили. А для этого нужно определить критерии вреда и пользы для вас. Что для вас вред и пользы. Вот и все. Так что, выбирайте себе психолога на нашем ресурсе. И начинайте работать. Мы вам поможем. Обязательно. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.